В эфире Ноябрьск 24. Здравствуйте! Сейчас о главных событиях этого дня. Принят без корректировок. Депутаты Гордумы утвердили бюджет Ноябрьска на следующий год, на что потратят 10 с лишним миллиардов. Полной жизнью и вопреки онка больная из Ноябрьска стала востребованной моделью, несмотря на четвертую стадию рака. Такого поворота не ожидала даже сама девушка. И самое крупное украшение, колесо обозрения на новогодние праздники превратится в светящийся пончик. Монтаж иллюминации уже идет полным ходом. Начну с главного политического события дня. Сегодня президент России Владимир Путин ответил на вопросы полутора тысяч журналистов в рамках традиционной ежегодной пресс-конференции. Говоря о развитии Крайнего Севера, Путин перефразировал Ломоносова и заявил, что богатство России будет прирастать Арктикой. Президент сказал, что сейчас работает целая программа развития арктической зоны, включая добычу сырья и промышленное освоение. Но при этом добавил, что эти процессы должны протекать параллельно с заботой о природе. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что нельзя пренебрегать интересами и коренных малочисленных народов. Бюджет 2018 принят. Депутаты городской думы на внеочередном заседании одобрили проект основного финансового документа города. Бюджет на следующий год будет бездефицитным. Расходы городской казны по планам администрации будут равны доходам и составят 10 миллиардов 247 миллионов рублей. Больше 4 миллиардов из них потратят на образование, почти миллиард на культуру, 362 миллиона рублей направят на спорт, 110 миллионов на улучшение жилищных условий жителей Ноябрьска. В целом, по сравнению с годом 2017, расходы казны вырастут почти на 600 миллионов рублей. Продолжится реализация 12 муниципальных программ. В приоритете по-прежнему остается социальная сфера. Расходы на развитие сферы образования, культуры, молодежной политики, социальной политики, спорта составят в 2018 году 79%. Таким образом, как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность. В ноябрьске поставщики ресурсов поймали одно из местных ТСЖ на хищение электроэнергии. Как сообщили в городском филиале энергосбытовой компании «Восток», офис товарищества, расположенный в одном из домов на улице Шевченко, был запитан к сетям до общедомового прибора учета. Таким образом, в ТСЖ пытались сэкономить ресурс, ведь реальное потребление счетчики не фиксировали. Правда, экономия оказалась весьма сомнительной. Теперь организации придется заплатить, будто все электроприборы в офисе работали круглосуточно 332 дня. Именно столько времени ТСЖ незаконно получала электроэнергию. В итоге сумма штрафа за незаконное энергопотребление составит 270 тысяч рублей. Добавлю, с начала года специалисты «Востока» выявили 17 аналогичных фактов. Суммарный счет таких потребителей превысил 3 миллиона рублей. Жить вопреки диагнозу научилась героиня нашего следующего материала. У нее рак четвертой стадии. Но онкология не загнала ее в депрессию, а наоборот раскрыла таланты. Девушка с бритой головой от многочисленных химиотерапий привлекает внимание фотографов из Ноябрьской, Тюмени и Москвы. Ее инстаграм пестрит фотосессиями, а количество подписчиков увеличивается еженедельно в геометрической прогрессии. С необычной фотомоделью встретилась Елена Жаркова. Сумочку тогда, получается, берем в правую руку. Ладошечку вот так ее, да, левой рукой держим цепь. Под вспышками фотокамер в лучах студийного света. Сегодня эта девушка – самая востребованная фотомодель Ноябрьска. Бритая голова, глаза без ресниц стали ее пропускным билетом в мир глянца. Когда заболела и побрилась на лосы, тогда только начали замечать фотографы, девочки, которые мейкапом занимаются. Тогда только они открыли меня с другой стороны. До болезни она и не подозревала, что настолько фотогенично. В реальной жизни Виталина Афанасова. В жизни социальных сетей известно больше под именем Карина. Ее страничка в Инстаграме только за один месяц набрала порядка 700 подписчиков. И день от дня это количество только растет. Люди говорят, что ничего, ты знаменитая. Некоторые пишут, что я бы там не рискнула побриться. Ты такая молодец. На самом деле, ну я им отвечаю, что не по своей воле это было сделано. Глядя на ее фото, действительно не верится, что Карина больна. Рак сделал из обычной девчонки эпатажную диву. Ее студийные снимки доступны для всех. Кадры же из больничной палаты, из серии личного. Проблемы начались пять лет назад. Сначала у девушки обнаружили доброкачественную опухоль, которая со временем переросла в злокачественную. В 20 лет ей диагностировали саркому мягких тканей. Когда мне пришли анализы, я вышла на улицу и просто не понимала, что это со мной. Ну а потом уже, хотя когда у меня уже доброкачественная опухоль была, я знала, что он переходит в рак. Подсознание не до конца принимаешь. Просто это уже привычка улыбаться и настолько показывать людям, что нет ничего страшного. Девушка уже побывала в лечебных учреждениях Ноябрьска, Тюмени, Петербурга и Москвы. Позади шесть операций. Но главное ее оружие в борьбе против рака – это совсем не курсы химиотерапии. Онкологическую атаку она отбивает своим позитивным отношением к окружающему миру. Здесь ирония судьбы. Веселые горки, в принципе, то же самое. Но здесь мы лазили через забор, и инициатором была Карина. Это было весело. Фотограф Олег Горбенко нашел Карину в социальных сетях. Он обратил внимание сначала на ее эпатажную внешность и только после узнал, что у девушки рак. Так родилась идея фотосессии под названием «История одной болезни». Суть была одна – показать жизненную драму и показать, как сказать, ничтожность человеческой жизни на фоне, на таком глобальном фоне. Но в первую встречу с Кариной она сказала, я ее спросил, как ты хочешь, чтобы это выглядело жизнерадостно или более трагично. Она говорит, я хочу, чтобы это выглядело и звучало, как под лозунгом «рак – это еще не приговор». Никаких декораций, косметики и постановочных поз. Здесь она настоящая. Фотосессия в черно-белых тонах набрала в интернете больше 20 тысяч просмотров. После нее предложения о съемках просто посыпались на Виталину. Девушку с необычной внешностью теперь хотят снимать фотографы не только Ноябрьска, но и Тюмени, и даже Москвы. Она никому не отказывает. Своими снимками хочет доказать себе, окружающим и прежде всего своей маленькой дочке, что страшный диагноз еще не ставит точку на жизни. Елена Жаркова, Александр Паханов, Сергей Павлов, Виталий Харченко. Ноябрьск-24. Творческие коллективы Ноябрьска вернулись с гастролей по воинским частям Центрального военного округа. В состав делегации вошли 16 человек. Это воспитанники и работники Центра современники Дворца культуры Русь. За неделю они посетили воинские части в Щучьем и Чебаркуле, а также Суворовское училище в Екатеринбурге. Для солдат артисты подготовили презентацию Арктики, танцевальные номера, а также викторины и конкурсы. Такие поездки проходят в рамках проекта «Ямал-землякам». Их главная цель – повысить боевой дух ямальских солдат и укрепить сотрудничество с командованием подшефных частей. Получили видеоприветы. И 18 декабря у нас состоится подведение итогов в пятой школе. Поездки нашей делегации, где мы передадим также и письма от военнослужащих своим родным и близким. Лучший библиотекарь «Ямала» живет в Ноябрьске. Сотрудник централизованной библиотечной системы Александр Иншин стал победителем конкурса профессионального мастерства. Александр уже пять лет работает в интеллект-центре. Пополняет базу данных электронного каталога. Но, как признается, сам победитель есть в его работе место и творчество. Так с коллегой и читателями. Он ведет видеоблог, снимает и монтирует ролики о жизни современной библиотеки. Именно этот проект житель Ноябрьска и представил на окружном конкурсе в Салихарде. Это задание было одним из конкурсных испытаний. Всего их было четыре. Со всеми заданиями Александр прекрасно справился. Однако первое место ему пришлось разделить с коллегой из Муравленка. Но этот факт нашего земляка нисколько не расстроил. Конкурс больше – это обмен опытом. Потому что мы познакомились с хорошими ребятами, с девушками. Обменялись опытом. У нас были тренинги проходили. Мы находились пять дней. Один день был конкурс. И получается все остальное – это тренинги. Много интересного узнали. Обмен опытом, общение. 85 учеников стали победителями муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Он проходил с 14 ноября по 2 декабря. Участие в нем приняли ученики 7-11 классов. В общей сложности это 2366 школьников. В итоге призерами стал 641 школьник. Победителями – 85 человек. Среди учебных заведений по количеству призеров – лидер гимназия номер один. Далее идут 7-я, 8-я, 12-я и 3-я школы. Региональный этап Олимпиады начнется 11 января и продлится до 22 февраля. Схему проведения, она еще неизвестна. Ее устанавливает региональный оргкомитет, то есть департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Сами задания разрабатываются единые. Это центральным оргкомитетом. Самое большое украшение в истории города – колесо обозрения. В новогодние праздники превратится в светящийся пончик. Макет украшенного аттракциона сейчас на ваших экранах. Как видно, с одного края лакомство уже будто кто-то успел надкусить. Сверху пончик украсят цветовыми элементами. По размерам наше колесо далеко не рекордсмен, так что вряд ли аттракцион будет виден из любой точки города. Местами обзор будут загораживать многоэтажки. Но жителям некоторых районов повезет. Добавлю, монтаж иллюминации уже начался. Сделать новогодний подарок своими руками может каждый житель Ноябрьска. В городе вот уже как год работает гончарная мастерская. Она открылась благодаря программе «Родные города» компании «Газпромнефть». На днях уроки гончарного искусства посетили воспитанники социально-реабилитационного центра «Гармония». Подробности в следующем материале. Артему всего восемь, но он уже почувствовал себя мастером гончарного дела. Над этим глиняным панно мальчик трудился около часа. Правила работы с природным материалом Артем теперь знает хорошо. Сня снялся, потому что если ее долго держать в руках, она засохнет. А еще какие-нибудь правила запомнил из работы вот с глиной? Что ее нельзя носить домой. Коллегами Артема по гончарному делу стали еще шесть воспитанников социально-реабилитационного центра. Такие юные гости в мастерской бывают часто. Это неудивительно. Здесь встречаются безграничные фантазии детей и глина, способные принимать любую форму и рельеф. Этот союз в итоге рождает настоящее произведение искусства. Мастер-классы совершенно разные, на разные темы. Но вот сейчас у нас в преддверии Нового года, естественно, делают новогодние сувениры. Совершенно разные. Это колокольчики, домики и всевозможные такие приятные сувениры, которые можно подарить своим близким. Гончарная мастерская открылась в Ноябрьске чуть больше года назад. За это время здесь уникальные изделия из глины создали несколько десятков человек. Возможность творить появилась у горожан благодаря программе «Родные города» компании «Газпромнефть». Проект сотрудников центра «Ремесел» стал победителем грантового конкурса. На выделенные деньги было приобретено оборудование для мастерской. У нас появилось самое необходимое оборудование для того, чтобы гончарная мастерская работала. Это сердце, печка, естественно, есть гончарный кровь, глина и всевозможные материалы для лепки. Некоторые из мастеров, чаще всего маленькие, хотят в будущем продолжить заниматься гончарным делом. Только уже более серьезно, возможно, даже открыть свою мастерскую. Их старшие наставники только рады такому творческому порыву. Главное, говорят профессиональные мастера, чтобы все изделия делались, что называется, с душой. Для детей это не только воображение, фантазия, это аматурика. И вообще просто интересное занятие, которое может даже стать в следующей взрослой жизни их ремеслом, или работой, или увлечением. Этот мастер-класс для воспитанников гармонии организовали волонтеры «Газпромнефт» Ноябрьска «Нефтегаза». А в преддверии новогодних праздников они проведут для ребят традиционную акцию «Письмо Деду Морозу». Яна Джуз, Виталий Харченко, Ноябрьска, 24. И это была завершающая информация выпуска прогноз погоды и рубрика происшествия через несколько секунд. Не переключайтесь. Продолжение следует...